Урок 150. Знаменитые люди России. Сергей Ильюшин. Выдающийся советский авиаконструктор Сергей Владимирович Ильюшин родился 30 марта, 18 марта по старому стилю, 1894 года в крестьянской семье деревни Делялева Вологодской губернии. Он был младшим из 11 детей. В 15 лет он начал работать чернорабочим на фабрике, был землекопом, строителем, возчиком молока. В 1914 году Ильюшин был мобилизован в армию, где сначала служил в пехотной учебной команде, а затем мотористом на аэродроме. Летом 1917 года Ильюшин сдал экзамен на права пилота, окончив солдатскую школу летчиков Всероссийского императорского аэроклуба. В мае 1919 года Ильюшин был призван в Красную армию авиамехаником. Осенью 1921 года Сергей Ильюшин был зачислен в Институт инженеров Красного воздушного флота, переименованный позднее Военно-воздушную академию имени Жуковского. После завершения академии Ильюшин участвовал в проектировании самолетов вместе с Николаем Поликарповым и Андреем Туполевым. Работал помощником начальника научно-испытательного института ВВС по научно-технической части. Возглавлял конструкторское бюро ЦАГИ. В сентябре 1935 года было образовано опытное конструкторское бюро авиазавода имени Минжинского, главным конструктором которого стал Ильюшин. Перед войной в АКБ Ильюшина были созданы бомбардировщики Ил-4, принимавшие участие в ряде налетов на Берлин в августе-сентябре 1941 года. Также в это время был создан летающий танк, штурмовик Л-2, самый массовый самолет СССР в Великой Отечественной войне. После войны в АКБ Ильюшина были созданы пассажирские самолеты различных типов, включая ближнемагистральный Ил-14, среднемагистральный Ил-18, а также дальнемагистральный Ил-62, флагманы аэрофлота 60-70-х годов. В 1967 году Сергею Ильюшину было присвоено звание генерала-полковника. В 1968 году он стал академиком Академии наук СССР. С 1937 по 1970 годы Сергей Ильюшин был депутатом Верховного Совета СССР. Он был трижды героем социалистического труда. Летом 1970 года Ильюшин в связи с болезнью сложил себя обязанности руководителя АКБ, но оставался членом научно-технического совета и консультантом. В последующие годы в АКБ имени Ильюшина продолжали создаваться различные типы самолетов, включая пассажирский. Первый советский широкофюзеляжный лайнер Ил-86. Дальнемагистральный Ил-96. Самолет местных линий Ил-114. А также основной транспортный самолет Ил-76. Топливный заправщик Ил-78. И самолет раннего радиолокационного обнаружения А-50. В настоящее время АКБ имени Ильюшина продолжает разработку самолетов для России.